Десногорск Александр Александрович, Скажите, пожалуйста, кто является инициатором этого проекта И откуда вообще возникла такая идея? Инициатором всего этого движения Изначально было агентство стратегических инициатив Которое в этом году В 2019 году Запустили конкурс Конкурс 100 городских лидеров Конкурс направлен на то, чтобы Делать в наших городах Формирование комфортной городской среды В первую очередь направленную на Улучшение жизни жителей Но только вместе с ними То есть совместными действиями Наша команда Решила поучаствовать в этом конкурсе Мы вышли на конкурс проекта Монтемпарк На котором мы сейчас находимся И Вошли в число финалистов Прошли конкурсный отбор Соответственно, сейчас у нас Идет этап обучения И параллельно с этапом обучения Мы как раз таки уже непосредственно Занимаемся на территории Атомпарка По той концепции Как наши жители хотели бы его видеть Мы провели вместе с нашей командой Две стратегические сессии С нашими жителями Обе сессии прошли просто отлично То есть жители с восторгом Восприняли всю эту идею С пониманием Отнеслись к тому, что Нужно наши городские территории Благоустраивать Делать их комфортными В принципе, для всех слоев населения А в чем особенность этого проекта? Ведь в некотором роде Это пилотный проект для Десногорска Для Десногорска это Не совсем пилотный проект Потому что Та территория, на которой мы сейчас находимся Давным-давно планировалось благоустройство И носило рабочее название Парк Десногорский Был разработан рабочий проект этой территории В том числе с размещением Редких растений, деревьев Часть из которых уже на сегодняшний день высажена И как можно посмотреть Цветет, зеленеет и радует глаз Потом, ввиду недостаточного финансирования Этот проект был приостановлен И сейчас мы, взяв его за основу Пытаемся вдохнуть в него Новую жизнь Но немножко с другой стороны То есть, в первую очередь, повторюсь Это работа с жителями Это вот то видение наших горожан Что они здесь хотели бы Видеть Для чего они хотели бы сюда приходить И что интересно здесь могло бы быть И, конечно, вопрос финансовых затрат Наверняка такой проект требует очень больших финансовых вливаний Кто за это все платит И в какие сроки будет реализован этот проект Это общественный проект на сегодняшний день И в рамках программы 100 городских лидеров агентств стратегических инициатив В конце осени Мы вместе с нашей командой Будем защищать этот проект перед потенциальными инвесторами Одним из критериев защиты проекта Будет являться И самым важным критерием Будет являться востребованность этой территории для наших горожан То есть, если здесь будут люди Если здесь будут мероприятия Если здесь будет жизнь То, возможно, этот проект уже получит Возможность какого-то финансирования в дальнейшем По требованиям агентства стратегических инициатив В составе инициативной группы должны быть представители администрации, общественности и бизнеса Представитель деловых кругов Антон Подкопаев Антон Сергеевич, проект действительно очень интересный и объемный И Десногорцы о нем очень много говорят уже сейчас Какие площадки здесь будут расположены? Общая идея заключается в полном благоустройстве этой территории Размещение на нем зеленых насаждений, детских игровых комплексов А также создание инфраструктуры для малого бизнеса Такие как точки общепита Устройство парковочных мест, освещение территории Обеспечение его видеонаблюдением Также в лесной зоне планируется размещение аллей И комплекса кафе или ресторана Это будет зависеть от желания бизнеса Или от возможностей инвесторов потенциальных нашего проекта Также одним из важных этапов этого проекта Является использование водной поверхности, прилегающей к данному парку Которая по нашим идеям и по запросам жителей Будет состоять из яхт-клуба Возможно проката парусных или немоторных средств передвижения по воде И возможность организации причального комплекса Для частных владельцев водных транспортных средств Ну и возможно, опять же, будет зависеть от востребованности бизнеса Или потенциальных участников, таких как Федерации водных видов спорта Но этот вопрос еще сейчас в стадии рассмотрения подготовки и переговоров Окончательный вид будет сформирован к концу осени Перед защитой этого проекта у инвесторов В рамках программы Агентства стратегических инициатив Представителем общественности выступает Вячеслав Седунков Директор комбината коммунальных предприятий Десногорска Вячеслав Владимирович, у десногорцев действительно очень большой интерес к этому месту Несмотря на то, что работы пока не завершены Как горожане могут провести здесь свое свободное время? Территория, благоустройством которой занялись мы как команда Занялись жители в качестве наших соавторов нашего проекта Прежде всего, должна быть интересна и востребована нашим жителям Поэтому речь стоит даже не столько в том, какие на ней будут стоять малые формы Какие на ней будут стоять конструкции А в том, что на ней вообще может происходить, что не будет происходить И в этом стоит одна из наших задач И сегодня мы эту задачу и видим на перспективу И уже сегодня начинаем реализовывать Территория Десногорска, территория нашего парка Позволяет нам как заниматься полезной деятельностью на грани с наукой Например, недавно мы проводили здесь школьный квест В котором поднимались вопросы и экологии, и природы, и редких растений В том числе, которые есть в нашем парке И в принципе нашего мирного сосуществования с таким серьезным объектом, как Смоленская атомная станция Кроме того, наше большое водохранилище Это наше, в общем-то, богатство И не использовать его тоже, казалось бы, будет кощунством Поэтому планируется в сотрудничестве с владельцами плавсредств, с владельцами парусных судов Проведение регаты этим летом В том числе с участием гостей, с участием десногорцев, с прокатом Здесь мы рассматриваем возможность проведения летних мероприятий Таких как детские праздники, дни рождения Впереди у нас школьные лагеря, у которых тоже много мероприятий на природе И все это можно проводить, не затрачивая ни больших финансовых вложений, ни больших усилий Для этого нужно лишь подходящее место И этот парк уже сегодня является достаточно гостеприимным местом И у нас в планах есть достаточно много задумок Как его сделать еще более гостеприимным, довольно простыми методами В взаимодействии с нашими любителями велосипедного спорта в Десногорске С нашими организациями и предприятиями, представленными в территории города Мы сейчас провели большую работу по расчистке и благоустройству нашей лесной зоны Для того, чтобы сделать ее пригодной для разнообразных велопробегов Каких-то досуговых мероприятий подобного рода Кроме того, у нас впереди планы проведения летних концертных площадок Это может быть как чтение стихов, что у нас в городе довольно сильно развито Каких-то небольших концертов, концертов побольше Поэтому для всего этого открытая площадь располагает От нас важно только показать, что она может быть гостеприимной Показать, что она может вместить у себя и зрителей, и выступающих И привлечь То есть наша задача сегодня стоит, в первую очередь, оживить это место Оживить с точки зрения активности, с точки зрения его посещаемости И это будет существенным критерием, влияющим на то, что произойдет с этим парком дальше Десногорск стоит особняком среди всех городов Смоленской области Потенциал молодого и уютного Атомграда позволяет реализовывать здесь амбициозные и смелые проекты И о том, каким он будет завтра, необходимо думать уже сегодня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин